всем доброе утро вот я иду уже от бабушки была у нее посылку передавала вот на больнице и все очень строго только что маску свела такие вот дела я выспалась вчера в два часа ночи пришла выспалась порядок пока навела туда-сюда и выехала в четыре уже тут оказывалось ну я еще быстро еще добралась бывает еще и хуже люди добираются не могут добраться так хочется много чего вам всего рассказать не знаю настроение такое бомбовское хоть бабушка в больнице все равно я так легче переживаю все неприятности не так кажется когда я улыбаюсь а как иначе какие бы ни были какая бы ни была ситуация все равно нужно мне кажется улыбаться думать о чем-то позитивным как говорят все что делается все идет к лучшему так что что-нибудь да получится я хочу прогуляться по центру пока шла к бабушке в больницу я думала о том что хочу вам рассказать полностью свою историю самого рождения как я только родилась что со мной происходило какие у родители были какие у меня родственники да чтобы какой-нибудь другой человек посмотрел на мы на меня на мою историю и лишний раз задумался о том что что стоит делать что не стоит делать где правильно чтобы боролся за все то что у него есть этого человека и никогда не опускал руки ведь у меня в жизни много чего было да и по мне по мне и по внешнему виду никогда человек чужой да особо не подумали то что я из то что у меня нет родителей да там то что как сказать красиво радужно то что какие у меня да то что я была в детском доме во мне такого нельзя сказать потому что внешность опрятность творит чудеса вот внешность опрятность творит чудеса люди которые меня знают лично они чуть-чуть знают мою историю вот откуда я сама родом конечно же с ростова-на-дону родилась 92 года летом вот двадцатого августа в больницах больницы в цгб на втором этаже 8 утра ну и дальнейшем люди которые же повторюсь еще раз то что люди которые меня смотрят до которые меня лично знают они знают большинство тех людей знаю да что у меня в жизни происходило кто мои были родители да ну то есть я с многими людьми общалась по поводу своей семьи там и так далее и половина знают мне историю половины нет и вот хочется поделиться с теми людьми которые обо мне ничего не знают просто случайно зашли на мой канал нажали подписались вот там полиция стоит проходим так смотрите не знаю видно там было или нет так же хочется вот знаете все детство мне говорили мои родители ой сейчас не мои родители они уже умерли когда мне говорили мои бабушки тети чужие люди да говорили ты что никогда не рассказывай кто ты такая даже своему будущему мужу мне рассказывай откуда кто у тебя родители что с тобой происходило когда ты была маленькая я много раз задавалась этому вопросу почему почему нельзя людям рассказывать типа кто мои родители где я ночевала когда была маленькая что я делала когда я была маленькая когда у меня ничего было есть да не только мне но и также моим сестрам а все потому что это позор в первую очередь не для меня позор а позор для моих родственников для моих бабушек одной и для второй в конце концов я позорю своих родителей типа того что ну их уже нет я уже выросла мне надоело молчать я просто хочу со всем миром или с теми людьми которые на меня подписаны в ютубе поделиться чтобы каждый человек что знал да смотря на мою реальную жизнь знал то что бывают разные ситуации что бы у вас не случилось всегда самое важное приоритете должны быть ваши дети потому что если этого не будет у вас по жизни вот и вы будете какие-то принципы свои ставить выше ваших детей то зачем тогда жить вообще если о ваших детях кроме вас никто не позаботится вот и и есть разные ситуации я очень видела детей которые жили в детском доме с самого маленького рождения до 18 лет и выше я сама жила в детском ну не в детском доме в приюте хотя нет камешанкинске тоже жила в детском доме вот ну я потом еще вам чуть-чуть расскажу сейчас мне нужно бежать домой такая елочка новогодняя можно пофоткаться уход оп 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 рука затекла зато кисотку уже вешу я думаю нынешней молодежи тем людям по которым которые даже не представляют что такое жизнь да именно вот такая какая это жизнь с другой до всем все многие люди видят жизнь крутые машины вот например какая-то машина да там обложки журналов мода красота там брови широкие татуаж и так далее еще что-то да ну многие люди видят жизнь богатую красивую но есть и другая сторона этой жизни где присутствуют люди которые никому не нужны которые рождают женщины детей для того чтобы бросить их в мусорный бак бросить на своих родителей бросить на то бросить их на то на то чтобы ими пользовались неважно какие люди это будут добрые хорошие злые родные чужие как например я да как допустим моей родные сестрички наши мастерниночка вот я бабушке или благодарна лишь заодно заодно то что она не стала нами пользоваться сразу показала нам свое место вы никто в моей жизни и звать вас никак хотите со мной общаться общайтесь но больше кроме моих слов и каких-то подачек конфеты которые были передавала на все время всю жизнь я помню самого детства там не колбасу она там не приносила нам домой да там когда мы были голодны а конфеты сладкие конфеты были баллонами приносила ну неважно одежду какую-то приносила кто-то я там отдавал она нам приносила спасибо ей за это конечно чем-то нам помогала тоже да как какую-то роль своей жизни на нашей жизни она сыграла ей за это большое спасибо и спасибо за то что она вовремя от нас открестилась типа вы никто и звать вас никак хотите общаться со мной общаетесь я не против типа чтоб скучно мне не было это лично мое мнение я не знаю как там думаю две мои другие родные сестры нина до сих пор не ездит я перестала к ней ездить почему перестала к ней ездить а потому что я поняла то что она может быть я своей дочери да для своих еще одной внучки пожени может быть он хорошим добрый честно она ее воспитала да самого детства самого детства воспитала да и когда я просто помню один прекрасный момент когда я ей принесла цветы купила у меня были какие-то деньги то ли стипендию я получила приехала купила ей пять красных роз и то что у нас есть в этой жизни то что она моя бабушка просто так принесла она еще тогда на красное место и жила вот красивые алые красные розы пять штук говорю бабушка я с улыбкой счастливая такая была хотела поделиться тем что она ну то что я ей благодарна то что она в моей жизни присутствовала да на тот данный момент вот дарю ей цветы она говорит ты мне ксюша наверно эти цветы это то с ним не наверно ты их купила а наверно кому-то хотела другому подарить поэтому мне их принесла мне так обидно стало за ее эти слова разве так нужно относиться к ребенку который хочет подарить тебе свою любовь да или что-то как-то поблагодарить допустим да ребенку сказать спасибо ты моя девочка что подарила мне такого не все время бабушка эля какой-то искала подвох вот и за это ей большое спасибо я очень многое осознала сейчас хочу снять видос смонтирую я его потом дома хочу показать где я жила где я пять лет ночевала так чтоб лишний раз напомнила напоминать себе кто я такая это университетский переулок центр города красноамельский университетский а кстати вот этот кинотеатр здесь есть большой там еще прикресток но заходить туда не будем там отдельная история я вам как-нибудь расскажу тоже впечатления незабываемые так сказать ладно хотите расскажу нам не было шесть лет Насте было пять лет было лето ну лето весна маи маи какой там первый месяц я буду больше не важно мне пять ой Насте пять мне шесть лет а вот и нам было нечего есть мы с Настюхой Настя говорит Ксюша я голодная я говорю я тоже голодная а вот мы еще были в детском садике но на то время детский садик почему-то не работал у нас и мы пошли с Настюхой вот в этот большой сейчас вот отсюда видно большой типа кинотеатр раньше тут был Вавилон назывался магазин Вавилон ну короче кто живет в Ростове тот знает большой этот кинотеатр находится на красноамельской вот и мы там открылся тогда это большой гипермаркет Вавилон вот и нам настолько захотелось кушать ну и так хотелось до этого по моему два дня ничего не ели вот а мы же дети и моя сестра увидела то что магазин открылся новый и там люди брали брали и выходили типа того что она не понимала то что нужно оплатить она говорит слушай там такой магазин где люди берут еду и в корзину кладут и выходят можно туда пойти поесть я говорю хорошо давай ну и вышли на улицу и вот мы оделись пошли типа погулять заходим в Вавилон набрали набрали булочек ну что можно было бы покушать срое открытие покушать положили это все в карман и идем на выход мы то думали то что это бесплатный магазин вот нам так хотелось чего нибудь перекусить всего понабрали я помню где то на рублей пятьсот на то время вот нас поймали охранники полицию вызывали вызвали полицию потом нас отпиздили грубо говоря вот это короткий путь к моему дому через гаражи мы тут часто ходили вот сейчас я боюсь ходить может быть там уже все заложено через гаражи вот червяков искали чтоб ходить на дон на рыбалку чтоб бычков ловить или там какую нибудь рыбу чтобы можно было поесть когда были голодные это детский дом малютки вот он видно тут родители которые отказываются от своих детей привозят сюда детский дом номер 4 тут совсем маленькие детки сейчас я вам покажу смотрите видно тут я ни разу не была вот ну я видела тут маленьких деток тут дети от нуля месяца ну как только родился да допустим от месяца до пяти лет до четырех лет но потом они отвозят этих детей в другой детский дом так вот и получается и вот как бы вся история Вавилона ну ну слава богу все обошлось нам родители нас хорошо дали такую таких трунделей так сказать я это на всю жизнь запомнила но ничего не менялось вот вот так вот смотрите как мой район бывший старый изменился я даже помню где здесь самогонку продавали паленку паленую водку сто грамм водки здесь в этих частных домах стоил двадцать рублей на то время это был девяносто восьмой год девяносто девятый год двухтысячный две тысячи первый две тысячи третий вот так вот в эти времена были это не совсем далеко ну уже время идет назад тут дома видите какие построили красивые много чего всего было так приятно ходить по старым местам я давно уже здесь не была это стоматология здесь не знаю как хорошо или плохо делают зубы но она уже походу наверное закрыта или может что что праздники закрыты обычно она тут всегда работала вот вот так вот здесь все время гуляли в этих во дворах шли в школу по этим улицам четвертые в школе учились когда ой сколько лет этому дому вот желтый дом сколько помню себя мало я здесь столько этому наверное сколько мне 29 будет в этом году наверное больше даже уже моих лет этому дому я помню тут свадьбу столько раз играли я собирала эти конфеты когда играли в свадьбу собирала эти конфеты ела деньги собирала булочку хлеб покупала мороженое если удавалось это местные гаражи мы бегали с пацанами в казахе разводников играли вот нам легче было жить на улице чем со своими родителями вот чем со своими кем это не было бабушками тетями дядями потому что на улице мы знали на улице нас могут угостить яблоком бананом булочкой можем также попрошай лучше попросить чем своровать да мы попрошайничали здесь пятиэтажка в этой тут у меня подружки раньше жили я уже даже именно их не вспомнила вот он мой райончик так здорово все так необычно кстати здесь стало очень много машин раньше тут не было столько машин вообще здесь раньше дедушка работал дедушка степа когда жив еще был вообще здорово не знаю если мои сестры Настя с ними увидят этот видос я надеюсь то что им понравится вот что то я какую то мысль хотела вам рассказать и уже забыла вот вот я уже подошла к своему дому со своей пятиэтажки а кстати смотрите двор между моим домом и соседним домом где мы все время тусили тут детскую площадку вообще изменили даже горку убрали сейчас я вам покажу вон она качели он сделаны видите вот на этом месте вот на этом месте была горка железная такая крутая все все тут изменилось смотрите качели стали какая то еще детская площадка домик вторник кстати там остались если видно вам не видно вот здорово так побывать в старых местах ну я так хочу побывать здесь потому что я решила рассказать вам всю свою историю с самого рождения где я жила с кем гуляла где пряталась от родителей когда мне негде было идти домой я боялась идти домой потому что знала либо я сейчас умру когда они нас начнут начнут над нами издеваться вот университетский 131b так что вот он мой дом так приятно